Кандиломы по-другому еще называются вирусные бородавки и чаще всего они располагаются на половых органов мужчины и женщины. Чаще всего все-таки мы имеем дело с половым путем передачи вируса. Безусловно, если ваш партнер также инфицирован вирусом папиллома человека, то, конечно же, вы можете инфицироваться этим вирусом снова и, к сожалению, может развиться рецидив данного заболевания. Приветствую всех зрителей канала. Меня зовут Назимова Евгения Михайловна, я главный врач клиники доктора Назимовой и врач-гинеколог-эндокринолог. Сегодня мы с вами будем говорить о кандиломах. Кандиломы это вирусное заболевание. Человек должен заразиться вирусом папиллома человека. На сегодняшний день науке известно более 120 тысяч типов вируса папиллома человека. Определенное число этих типов могут вызывать как раз возникновение кандилом. Кандиломы по-другому еще называются вирусные бородавки и чаще всего они располагаются на половых органах мужчины и женщины. Кандиломы, как правило, не представляют опасности с точки зрения перерождения и развития онкологического заболевания, а точнее рака, но не специалисту иногда сложно отделить обычные доброкачественные вирусные кандиломы от уже предракового процесса. Как правило, вирус папилломы передается половым путем. Очень редко наблюдается случай заражения, например, детей при тесном контакте с их родителями, инфицированными вирусом папилломы. Чаще всего все-таки мы имеем дело с половым путем передачи вируса. Вирус очень распространен, достаточно большое число людей хотя бы раз в своей жизни сталкивались с этим вирусом. Если в момент инфицирования ваш организм достаточно силен и у него хорошо работает иммунитет, то вполне возможно, что он справится с этим вирусом самостоятельно и вы даже никогда не узнаете, что вы были инфицированы вирусом папилломы человека. Но в том случае, если в этот момент вы, может быть, болели, может быть, у вас были экзамены или какие-то стрессы в жизни, может быть, вы неправильно питаетесь и так далее и тому подобное, в этот момент за счет ослабления иммунитета вирус может начать вызывать в вашем организме определенные изменения. И так у вас в какой-то момент, может быть, это неожиданно, может быть, это сразу очень большое количество кандилом у вас появится. Очень часто наши пациенты говорят о том, что, например, у них поднялась температура, они заболели ОРВИ и через 2-3 дня, когда они проснулись, они поняли, что у них появились в достаточно большом количестве сразу кандиломы. В других случаях кандиломы появляются постепенно, сначала несколько штук, потом они начинают увеличиваться в количестве и размерах. Бывают также случаи, когда кандиломы проходят самостоятельно. В том случае, если их возникновение связано с каким-то острым снижением иммунитета, допустим, при том же ОРВИ, потом человек выздоровел, иммунитет снова восстановился и организм справился с вирусом самостоятельно. Но, как правило, если кандилома существует достаточно длительное время, если вы ничем уже не болеете, ведете привычный образ жизни и кандиломы никуда не деваются, в большинстве случаев их приходится удалять хирургически. Хирургическое удаление кандилом, как правило, производится с помощью каких-то лазеров или других приборов, излучающих ту или иную энергию. Чаще всего наиболее эффективно и безопасно провести удаление кандилом с помощью хирургического лазера или с помощью радиоволнового аппарата. Эти методы работают очень эффективно, обладают также дополнительным стабилизирующим на вирус действием, то есть оставшийся в тканях вирус с меньшей вероятностью будет размножаться и даст последующее рецидивирование, то есть повторение процесса. И после удаления кандилом этими методами, как правило, не остается никаких рубцовых изменений, каких-то болезненных участков, которые могут в дальнейшем вызвать те или иные проблемы вашей обычной или сексуальной жизни. Удаление, как правило, производится под местной анестезией. В том случае, если кандилом очень много, они очень крупные, либо вы очень боитесь неприятных ощущений во время удаления, возможно провести удаление кандилом под внутривенной седацией, когда вы заснете и проснетесь уже тогда, когда все будет удалено и не испытаете вообще никаких неприятных ощущений. Заживление кандилом происходит обычно в течение 10-14 дней, в этот период вы будете ограничены в ведении половой жизни, нельзя будет принимать водные процедуры, такие как ванна, сауна, баня, бассейн. Можно будет пользоваться обычным гигиеническим душем и через 10-14 дней все бесследно заживет. Как правило, повторное появление кандилом в случае если у вас нет проблем с иммунитетом, нет повторного заражения, вирусом папиллома человека встречается очень редко. Безусловно, если ваш партнер также инфицирован вирусом папиллома человека и может быть также имеет кандиломы и эти кандиломы у него не будут удалены параллельно с вашими и не будет проведено какое-то лечение направленное на то, чтобы вирус покинул организм вашего партнера, например, это мероприятия направлены на повышение иммунитета, либо специальные противовирусные препараты, которые также могут в редких случаях назначаться, то конечно же вы можете инфицироваться этим вирусом снова и, к сожалению, может развиться рецидив данного заболевания. Современные методики удаления кандилом доступны в клинике доктора Назимовой. Если у вас есть проблемы, о которых я сейчас говорила, вы можете обратиться к нашим докторам и получить высококачественное и очень эффективное лечение данного заболевания. Ждем вас в нашей клинике!